Болевые ощущения как у вас с операционарным? Только швов, наверное. Только швов. Движения какие сейчас у вас? Бок, прямо. Бок еще пока немного. Вот так? Вот так. Пока только поднимать руку вверх и опускать вниз у Андрея Тружкова получается с трудом, но это временно. После операции прошло слишком мало времени. Перелом ключица пациент Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы получил еще в армии пять лет назад. Было всего в общем семь операций. То есть пять операций до Игоря Светлановича. То есть если бы не он, то не знаю, что было бы, наверное, до сих пор перелом находил бы. Две операции в ведомственных больницах, потом еще три в гражданских. Но долгожданного сращения кости медикам добиться так и не удалось. Фиксаторы со своей задачей не справлялись. Возникала подвижность там, где ее быть не должно. Кость была сломана изначально. То есть мне вытаскивали пластины, другие, она ломалась, я чувствовал хруст. Приходил снова, они говорят, что у тебя никак не может срастись. То есть мы не знаем, что делать. В итоге последние несколько раз вообще поставили спицы, которые не прижились, и в итоге они вообще вышли из тела сами. Это уже не перелом ключицы, это уже другая патология. То есть если у нас идет два срока средних консолидаций, мы говорим о несращении, а дальше у нас идет формирование ложного сустава. Это такое патологическое состояние, когда нарушается целостность костной трубки. Ответ на вопрос, что делать, знали специалисты Звенигородской больницы. Первым делом удалили спицы, провели терапию антибиотиками. Спустя несколько месяцев госпитализировали на операцию, которая состояла из двух этапов. Было укорочение ключицы порядка четырех сантиметров. И чтобы восстановить длину кости и добиться сращения, пришлось пойти на забор костного автотрансплантата из гребня подвздошной кости. Это место донорское, откуда была косточка взята и помещена между отломками, которые остались ключицы. Кость зафиксировали современной титановой пластиной. Таких, скорее всего, не было в тех медучреждениях, где до этого оперировали Андрея. Фиксатор уже удалили. Медики констатируют, все прошло успешно. После удаления металлофиксатора мы видим отверстие от винтов, которые стояли. Мы видим гипертрофическую хорошую мозоль, как будто единым блоком вот косточка вся срослась. То есть мы имеем хорошую длину ключицы, мы имеем сращение. Звенегородские хирурги скромничают. Это не только наша заслуга. Без современного оборудования больницы вряд ли такая операция была бы возможна. Тот имплант, который использовали коллеги в Старом Москве, и эта пластина, которую мы установили, ЛСП, предмоделировали ее, и она метафизарная с уплощенным дистальным концом. Это все благодаря, естественно, стараниям администрации района и Андрея Васильевича Фадеева, главного врача Одинцовской АБ. Скоро Андрея Тружкова выпишут. Осталось дождаться, когда снимут швы. Потом последует реабилитация. По прогнозам врачей, уже через месяц-полтора он вернется к полноценной жизни. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.